Война пришла в Крым в день ВМФ, главного праздника в регионе. Утром за несколько часов до начала торжеств в здании Черноморского флота в Севастополе врезался беспилотник «Камикадзе» со взрывчаткой на борту. Беспилотный летательный аппарат атаковал штаб флота. Соображения безопасности, все мероприятия, которые были сегодня публичные, запланированы в Севастополе, отменены. Ну, что, соответственно, единственная сейчас правильная тактика, чтобы, соответственно, обеспечить безопасность людей. Праздник отменили, а в Севастополе объявили «желтый уровень террористической опасности». При этом чиновники и силовики старались сгладить инцидент и заявляли, что происшествия для жителей и гостей полуострова малозначительные, а в Крыму, как и раньше, опасаться нечего. Все под контролем, соответственно, все правоохранительные органы мобилизованы, все силовые органы мобилизованы. Соответственно, о причинах и деталях потом уже сообщат компетентные органы. Пользователи соцсети обвинили власти и военных в том, что они недостаточно строго подходили к охране столицы Черноморского флота. Но эксперт считает, что пропускным режимом тут не обойдешься. Большая ошибка была формирование ПВО против, скажем так, крупных, против ударов. Например, это ПВО было заточено на отражение ударов американских томогавков. То есть это достаточно крупные цели, по сути, беспилотные аппараты и ракеты, которыми российский ПВО может сбивать, щелкать, как семечки. Не успели власти успокоить людей после атаки в Севастополе, как уже 9 августа около 15-20 прогремели новые взрывы. На этот раз на военном аэродроме Саки под Новофедоровкой. В результате взрыва никто не пострадал. Авиационная техника на аэродроме также не повреждена. Известно, что площадка обнесена валом. Никакого внешнего воздействия по территории не было. Но вскоре стало известно о гибели одного человека. А 10 августа чиновники сообщили о 13 пострадавших и повреждении 62 многоэтажек и 20 коммерческих объектов. Представители Минобороны России назвали причиной инцидента нарушение правил пожарной безопасности. Ведомстве подчеркнули, что техника, находившаяся на аэродроме, в порядке. Но уже 10 августа появились спутниковые снимки, на которых отчетливо видно сгоревшие самолеты. Несмотря на неправдоподобность официальной российской версии, причастность украинцев к произошедшему все еще отрицается. Нужно понимать, что любое действие диверсионно-разведывательных групп всегда обязано поддерживаться агентурной сетью. За те 8 лет, что Крым находится в оккупации, наши спецслужбы, прежде всего это главное управление разведки, смогло создать эффективную систему. 16 августа случился новый двойной инцидент. На трансформаторной подстанции в Джанкое произошел пожар, а в селе Майска, оно находится неподалеку, взорвался склад боеприпасов. От детонации пострадали железнодорожные пути, движение поездов было остановлено на день. Российская Минобороны не стала списывать случившееся на очередной неосторожно брошенный окурок, а наконец-то открыто назвала произошедшее диверсией. Довольно симптоматично то, что российские власти, Минобороны перестали кормить людей байками о том, что вот взрыв, это значит, кто-то там покурил, или снаряды на солнце перегрелись, какая-то авария, произошло еще что-то, вот как после Новофедоровки говорили. Сейчас то, что произошло в Азовском, рядом с Джанкоем, это уже открыто называют некой диверсией. И больше, кстати, ничего не говорят, только сказали вот диверсия, и все. Я думаю, что это, конечно, реакция на то, что произошло после Новофедоровки, когда сказали про вот эти вот, возможно, какой-то инцидент, возгорание и все. Люди просто начали реально думать, ну вы что, нас за дураков держите. Кроме того, в тот же день, судя по сообщениям крымчан в соцсетях, был замечен дым над авиабазой в поселке Гвардейское под Симферополем, и слышны взрывы. Все это уже невозможно списать на случайные несвязные события. Но скорее это уже выглядит действительно как некая последовательность, как некие спланированные действия заранее по именно атаке крымских объектов. Прокремлевские медиа в целом не делают из причастности украинских войск к взрывам в Крыму секрета. Та серия атак, которая произошла за последнюю неделю, это спланированная серия. Кроме ударов по Новофедоровке, по Джанкою, было еще, если помните, удар беспилотником по штабу Черноморского флота и удар по авиабазе Гвардейская. И есть еще два незадокументированных случая, которые российские СМИ, они обошли, потому что это удары по точкам хранения боеприпасов и топлива. При этом об исполнителях акций, будь то корректировщики или крымские патриоты Украины, известно мало. А сегодня ФСБ сообщило о задержании на полуострове и вовсе каких-то исламских террористов, якобы связанных с Украиной. Очень, кстати, велика вероятность того, что во всем этом обвинят, например, крымских татар. Мы знаем, что после аннексии Крыма в 2014 году российские войска, российские власти проводят довольно жесткую политику в отношении крымско-татарского населения. Очень много, мы знаем, случаев, когда людей просто по национальному признаку буквально преследуют. При этом местным властям максимально невыгодно признавать, что Крым становится небезопасной территорией. Жители и отдыхающих стараются убедить, что курортный сезон проходит нормально. Конечно, это напугало, насторожило, естественно, да, но пока вот прямой угрозы я конкретно не вижу. Я в этой опасности. Все тихо, спокойно. Однако очевидные факты тяжело игнорировать даже российским медиа. Все вот эти атаки, они уже являются неким сигналом, прежде всего сигналом о том, что Крым — это тоже территория войны, что российская армия, да, не может защитить свои объекты. То есть, по сути, мы видим, украинцы говорят, мы хотим атаковать Крым, атакуем. И атакуют. И российская армия ничего не может сделать. Вот.